Как раз здесь очень интересны физико-химические свойства. То есть, как всегда, на стыке двух наук, на стыке физики и химии происходит самое удивительное открытие. Графен — это очень наглядный пример. Когда есть химические свойства, которые, соответственно, можно использовать для каких-то физических параметров, и наоборот, исходя из представления о физике, можно, используя, модифицируя графен, определенным образом получать те свойства, используя химические модификации, какие она нужна. Когда какое-то новое качество возникает, то есть можно перейти к новой классификации. Можно, грубо говоря, говорить, что графен — это лист, слой графита, а можно говорить о конспиально новом качестве, говорить, что это одна очень большая гигантская морепла. Вот вы правильно все говорите. Физика и химия есть и фундаментальная, и прикладная, но конференция, которая сейчас проходит, посвящена в основном материаловедень. Да, сегодня я слышала доклады и по физике, и по химии. Физика — это определение свойств волновых, физических всех, а химия — это функционализация материалов, их химические свойства. И материаловеденья, и в том числе свойства графеновых материалов — это смеси физики и химии. Мою работу наполовину, я считаю, что наполовину — это химия, наполовину — физика. Я не могу поставить даже грань, где заканчивается физика и начинается химия. Для химиков химия, для физиков нет. То есть для вас это физика? Для нас это физика, потому что мы исследуем свойства. Несмотря на то, что делаем синтез. Однако в синтезе мы не вдаёмся в подробности. Нас интересуют только для получения материала. Есть чёткая граница в данном случае? Ну, чёткой нет, но в принципе области влияния разные. А вы приехали как физик или как химик? Я приехал как физик, скорее, то есть это физик-теоретик. Мы с коллегами искали теоретическое обоснование существования неспаренных спинов на алмазе, который никто не может объяснить. Графен в данном случае, я хочу сказать, что там есть проблемы и с точки зрения физики, и с точки зрения химии, но квантовый расчёт, связанный с физическими свойствами, я бы, наверное, связал с физикой, потому что уравнение Шрёдингера больше как бы всё-таки относится к физике, чем к химии, на мой взгляд. Хотя и химики будут с этим, возможно, спорить. В общем-то, это что-то где-то на стыке. Дело в том, что графен в чистом виде, без рассмотрения химических реакций, для объяснения его свойств, наверное, рассмотреть-то нельзя, хотя бы из-за того, что бесконечный слой графена получить тоже. На краях что-то там есть, есть какие-то надоатомы водорода придумывать, образовывать химические связи и так далее. То есть это средняя между химией и физикой что-то такое. То есть как раз тот самый гибрид, который, наверное, позволяет получать что-то новое. А вы выступаете сегодня как физик или как химик? Я выступаю как кристаллограф. Кстати, кристаллография вообще непонятно относится к чему. Тот случай, когда на границе. То есть описание структур, оно интересно как физикам, так и химикам, потому что с точки зрения структуры можно описать свойства, а с точки зрения химии, как эта структура образуется в результате каких-то химических реакций. И так, и так. В нашем случае у нас на стыке. Мы химичем, но я физик. Но я работаю с химией. Я развиваю раствор, я определяю концентрацию, я определяю состав. Продолжение следует...